Привет, друзья! 21 сентября 2022 года президент Российской Федерации выступил с обращением к нации и объявил о проведении частичной мобилизации. Сразу после этого на официальном сайте Кремля был опубликован указ президента о проведении частичной мобилизации. Данный указ я разместил в описании и в комментариях к этому видео. Если вам будет интересно его лично почитать, то перейдите, посмотрите. А сейчас давайте кратко пройдемся по пунктам этого указа. Частичная мобилизация объявляется с 21 сентября. Следующее, что по своему правовому статусу граждане, призванные на службу по мобилизации, приравниваются к гражданам, проходящим военную службу по контракту. Следующим пунктом предусматривается, что граждане, призванные на военную службу по мобилизации, имеют такое же довольствие денежное, как и граждане Российской Федерации, проходящие военную службу по контракту. Следующий пункт очень важный, поэтому я вам его зачитаю. Контракты о прохождении военнослужбы, заключенные военнослужащими, продолжают свое действие до окончания периода частичной мобилизации. То есть, о чем здесь идет речь? Если военнослужащий проходит военную службу по контракту и период его контракта истекает в ближайшее время, но в период действия мобилизации, то такой контракт продолжает действовать и данное лицо продолжает нести военную службу. Устанавливается данным указом три основания для увольнения с военной службы. Первое основание по достижению предельного возраста нахождения на военной службе. Второе основание по состоянию здоровья, но только в том случае, если будет соответствующее заключение военно-врачебной комиссии. Но если такое лицо не хочет увольняться с военной службы, то оно может обратиться к своему руководству с соответствующим ходатайством. И если его воинская должность позволяет ему с подобного рода ограничениями проходить службу, то его руководство ему разрешит и дальше проходить военную службу. Третье. В связи с вступлением в законную силу приговора суда о назначении наказания в виде лишения свободы. То есть если контрактник, либо лицо проходящего военную службу по мобилизации совершит преступление, его посадят в тюрьму, либо в колонию, то соответственно он увольняется и его служба прекращается. Следующее. Высшим должностным лицам субъектов поручается проведение частичной мобилизации. Высшедолжностные лица это главы субъектов Российской Федерации. И последний заключительный важный пункт это предоставление гражданам работающих в организациях обороны промышленного комплекса право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации. Но обратите внимание только на период работы в подобного рода организациях. Категория граждан, которые имеют право на подобного рода бронь, указывается, точнее определяется правительством Российской Федерации. Как только выйдет соответствующее постановление правительства, я обязательно запишу видео. Поэтому если вам интересно, подпишитесь на канал. Постараюсь в ближайшее время, как только этот документ выйдет, сразу донести вам эту информацию. И, к сожалению, в данном указе не определяется, кто же конкретно подпадает под частичную мобилизацию. Понять сейчас мы это можем исключительно из интервью министра обороны. Он сказал, что под мобилизацию подпадают отслужившие люди, в первую очередь с боевым опытом и имеющие военноучетную специальность. Я так понимаю, что в ближайшее время будет либо выпущен дополнительный указ президента, либо приказ министра обороны, который определяет четкий критерий, кто же подпадает под частичную мобилизацию. Также постараюсь сразу после появления этой информации выпустить соответствующее видео с разъяснениями. И чтобы не пропустить эту информацию, подписывайтесь на канал и вступайте в наши группы в WhatsApp и в Telegram.